Ребят, всем огромное, здравствуйте! С вами как всегда, Лёшка, и сегодня у нас наконец-таки рецепты. Короче, все вы знаете наверняка вот этот продукт. Лапша быстрого приготовления, это типа от Доширака, есть от Нонгшима, разные сырные версии, есть от Самьянга, тоже очень вкусная. Я решил, а почему бы не показать свою версию сырного рамёна? Но я решил пойти дальше и показать две версии. Я знаю, что меня смотрят люди, кто любит острое, а есть кто не любит острое. Я решил, что показать две версии будет вполне себе достойно. Данную тему мы продолжим, потому что если вдруг вы такие посмотрите, такие, Лёха, родной, а давай ещё с говядиной покажи, что там со стейком, например, недорогим, как может что-то рамённое сделать? С огромным удовольствием покажем, наберём там какие-то понятные, дайте понять, что тема интересна. Там тысяч 13 лайков будет, мы обязательно сделаем и покажем две версии. Начнём мы, разумеется, с бульона, его очень важно сделать, но я объясню, как можно обойтись и без него. Чтобы бульон был насыщенный, нам понадобятся две луковицы. Режем их вот в таком ключе. Дальше морковушка. Буквально раз. Это съедаем. Это кладём сюда. Чеснок. Смотрите, берём целую головку. Отрезаем вот эту часть. Ну, естественно, мы немножко шелуху убрали. И кладём также сюда. Сельдерей. Раз, два и три. По мясной составляющей, на чём будем делать бульон? Это остатки крылышек. То, что я всегда говорю, не выкидывайте, оставьте. Закидываем сюда. Ну и, конечно же, грудка на кости. Мне не нужна целая. Для двух версий мне понадобится одна. Поэтому мы её с вами поделим. Эту я, наверное, заморожу. А на этой мы с вами всё остальное приготовим. Вот она. От кости мы не убираем. Кость очень важна. На ней будет тоже хороший навар. Кладём просто сюда. Для придания вкуса немножко сверху брызнем кунжутным маслом. Но только очень аккуратно и совсем чуть-чуть. Разогреваем духовой шкаф до 250 градусов. Отправляем противень туда. На максимальное вот что есть. Есть 300. Как говорится, шутки убираем. Но тоже закидываем. Я ещё включаю конвекцию. В таком виде оставляем где-то на 25-30 минут. Чем коричневее всё это будет, тем вкус будет более насыщенный. Вот буквально 20 минут. И вот она красота. Теперь мы всё это укладываем в кастрюльку. Заливаем чистой водой. Она же Spring Water. Вода у нас закипела. Ставим на среднее значение. Пены не очень много. Можете убрать. Я не вижу в этом смысле. Это всё-таки белок. Чё сюда добавляем по допам? Прям спорный момент. Кто-то говорит, нет смысла этого добавлять. Мне кажется, даёт ароматику. Это просто два кусочка нори. Чисто для аромата. Вот эта штука называется бадьян. Наташка очень любит. Правда, здесь это необходимо. Не испортит вкус. Буквально полторы штуки отправим сюда. Чуть-чуть душистого перца. Смесь четырёх перцев. Также можно ещё добавить небольшой кусочек имбиря. У меня его нет. Ничего страшного. По корешкам у меня это просто лук. Ну, может быть, от укропа, от кинзы. От кинзы прям вообще великолепно будет. И оставляем в таком виде где-то часа на полтора-два. В идеале это три. Вполне законный вопрос. Понятно, что вы в пятницу перегулялись с друзьями. Да, и вы скажете, чувак, в субботу варить бульоны по два часа? Да я умру. Я вам этого не говорил, но... Берёзки можно подойти, да, вроде как ещё? Ну да, ты что-то берёзу обиделся. Можно к берёзке подойти, поплакаться, и всё будет хорошо. Но если вдруг вам лениво делать бульоны, или у вас его тупо нет, смотрите, какая штука. Кубик, из которого можно сделать бульон. Я вам этого не рассказывал, но... Не буду врать. Иногда лениво, и можно сделать версию такую. Но, конечно, по вкусу лучше делать нормальный, хороший, человеческий бульон. Понадобятся яйца. Мы их сварили до состояния смятки. Это очень важно, чтобы внутри желток был жидкий. И сделаем лёгкий маринад. Смотрите, что мне понадобится. Берём рыбный соус, соевый, и капелюшка уксуса. Можно использовать обычный, я использую рисовый. Можно разбавить просто немножко водой. И закидываем их сюда. Аккуратно, чтобы не повредить. Бульон уже готов, мы подходим к очень важной теме. Это лапша. Я, честно говоря, очень хотел использовать лапшу, ну, от Доширак. Мы купили две пачки с пиццом, но, посмотрите, как всё продаётся. Это не то, что, правда, мы подбили её. Но она вот, я не буду всё дать, вот она вот такими кусками. И, честно говоря, я последний раз, я очень люблю Чанчжан Мён. Ровно такая же попалась. Имейте в виду, на маркетплейсах продаётся хорошая лапшичка. Она стоит дешевле, чем вот этот. Ну, не дешевле. Окей, она стоит 200 рублей. Вы потратите, это килограммовая пачка. Давай покажем, Наташа, как это выглядит. Это варится в воде буквально 2-3 минуты. Но очень важно, как это будет всё вариться. Смотрите, что я делаю. Вот здесь у нас мариновались яйца. Они очень неплохо это сделали. У нас вода. И мы вливаем вот этой жижки сюда. Где-то миллилитров, может быть, 100. Я это делаю всё на глаз. А у меня, как говорится, глаз, алмаз. Теперь вода закипает. Ну, вот она уже, в принципе, кипит. И мы закидываем сюда. Ещё раз 2-3 минуты, не больше. Первый у нас идёт не очень острый. 600 миллилитров бульона нам понадобится. Это на 2 порции полноценные. Как это всё мы с вами будем засырять? Смотрите, не рекламы ради. Вот смотрите. Вот это не бро. Это не растворяется. По какой-то причине они стали делать так, что это не растворяется в супе. Вот это растворяется хорошо. И вот это очень хорошо растворяется. Имейте в виду, это проверено. Мы с вами будем использовать всё-таки... Чтобы не было кликбейтное название. Поэтому мы с вами растворим нужный сырочек здесь. Тут, смотрите, можно использовать половину. Можно целую. Я скажу так. Мы на двоих делаем, чтобы это посырнее всё-таки было. Поэтому закинем всю пачку. Это у нас версия карри. Это карри-паста. Продается в любом супермаркете, маркетплейсе. Нужна где-то столовая ложка. Аккуратно. Она очень солёная. Лучше вначале не доложите. Попробуйте и сбалансируйте вкус ей. И греем. Тем самым растворяем сыр. Ну и, собственно, всё. Начинаем собирать. Заливаем лапшу бульоном. Она сейчас заодно подогреется. Это у нас пекинская капуста. Кладём её прямо сюда. Сбоку кладём яйца. Обратите внимание, да? Вот они, видите, по цвету. Я уже разрезал. Кладём аккуратно. С одной стороны раз. И с одной стороны два. Мне кажется, рамен — это такая тема про то, когда всё очень красиво у нас с вами сделано. Дальше мы с вами берём морковку. Можно на тёрке потереть, можно мелко нарезать. Она сырая. Немного добавляем сверху кукурузишны. Чуть-чуть консервированный. Куриная грудка, которая у нас варилась, мы также кладём её в аккуратку сюда. Потому что она, по-моему, симпатично смотрится, да? Теперь мы берём с вами листик плавленого сыра. Немножко применим «высокой кулинарии». Кавычках. Подпечём. Лёгкую пригарку дадим. Зелёного лучка. И тёмный кунжут у нас плавно идёт по всей поверхности. Ну вот пекинскую капусту можете, конечно, не добавлять, но с ней очень кайфово получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как по мне, всё это выглядит очень забавно, как это всё есть, вдруг вы никогда не пробовали? Ну, у меня не супернавык по поеданию палочками пока. Но это вам и первое. И второе. Очень ароматная штуковина получается. Лапшу самое главное не переварить. То есть она у нас слегка-слегка чуть-чуть аль денте. Не надо превращать это в переваренные макароны. Не знаю, вдруг у вас будет вопрос, что делать вот с этим. Вот так вот. Очень пряный, немножко карри, чуть-чуть сырный. Нет, я бы сказал не чуть-чуть, а сильно сырный. Сливочный бульон. Не острый, но острая у нас вторая версия. Получается очень классно. Здесь понадобится том-ям паста. Пусть будет реклама. Вы спрашиваете, какая самая лучшая? Для меня вот сурипом или сурри называется. У них и шрирачка офигенская. Я так на глаз делаю, уже понимаю, что где-то вот такого количества хватит. Здесь мы используем другой плавленый сыр. Где-то две столовые ложки. Идет смело сюда. Это у нас шампиньоны королевские. Отбросим сразу сюда. Немножко лайма для закисления. Совсем чуть-чуть. И можно добавить либо шрирачу, либо какой-то достойный острый соус. Греем, тем самым растворяем и вмешиваем сыр. Грибы также приготовятся за это время. Я забыл совсем сказать, что в таком виде мы подержали буквально где-то минуты 3-4. Чтобы грибы оставались немножко мягкие. Заливаем всю эту красоту. Грибочки можно сложить сразу с одной стороны. Ну так, мне кажется, принято. Хотя бог его знает. Я думаю, что люди, кто нас смотрят, скажут, как правильно принято, да? Дальше продолжаем снабжать. У нас идет курочка. Отварная, красивая. Здесь у нас идет красный не ялтинский лук. Самый обычный. Допхалапешко. Зеленый лучок. Яйцо. Такое, видите, вот. Жалко не яркий желток. Здесь можно аккуратненько. Ну, типа, знаете, положить кусочек лайма. Может быть, кому-то надо будет его съесть так. Присыпаем черным фунжутом. Попробуйте. Он очень вкусный, правда. Но если есть обычный, можно использовать и его. Блин, офигенно смотрится, если честно. И ароматика 100% том-яма. Вот вы мне скажите, неужели это не выглядит офигенно? Ну, честное слово, я рамены эти все просто обожаю. Или рамены. Давайте курочку попробуем. Офигенненько. Лапшичка. Она пропитывается именно бульоном. Вместе с том-ям пастой. По остроте прям очень хорошо. Но можно сверху погасить лучком и халапешкой. Ну, и самое важное. Это, конечно же, бульончик. Пробуем. Ммм. Грибочек попал. Офигенно, если честно. Он очень напоминает том-ямовский бульон. 100%. Только не на кокосовом молоке. Как это делать? Том-Кха, так называемый. А именно с использованием сыра. Сырный привкус остается. Но при этом лемонграсс и все специи здесь расходятся идеально. Вот такой видос получился. Надеюсь, для вас он будет полезен. Мы продолжаем данную тематику. Набираем 12 319 лайков. И мы делаем то же самое с говядиной. Прикольные моменты с бульоном. Расскажу, как делать. Поделюсь своим опытом. И я все цел за. Я часто это говорю. Но это надо приготовить. Самое главное, используйте нормальный плавленый сыр. Тогда у вас будет все очень хорошо и вкусно. До вкусных встреч. Пока-пока.